Подведем итоги первого тура детского первенства Владимирской области. Игры прошли в городе Юрьев-Польский. Школа футбола Добрыня была представлена в трех возрастных категориях. А своими впечатлениями от старта с нами поделится главный тренер футбольного клуба Добрыня Иван Бобылев. Старт Юрьев-Польского, по сути, был историческим моментом. Ребята впервые вышли на областные соревнования. Как ты считаешь, готовы ли ребята к областным соревнованиям? Потому что я писал как раз о том, что все команды во всех возрастах одержали свои первые победы. Потому что, сам знаешь, бывают турниры, когда команды вообще ничего не выигрывают. И, в общем-то, это мерило того, что они, в принципе, вышли на этот уровень областной и готовы конкурировать. То есть, как тебе? Ты как думаешь, готовы они к областным? Ну, как сказать, готовы, да, на самом деле. Мы их готовили. И, опять же скажу, что подготовка, она не заканчивается. То есть, это чемпионат области, это просто какой-то этап подготовки. Потому что собирать ягоды, да, плоды свои мы будем в 17 лет, когда дети уже заматереют, возрослеют. То есть, тогда мы уже будем видеть, где мы сделали ошибки, где сделали все как надо. Поэтому мы бы могли заявиться и раньше, и год назад. То есть, но тогда дети были действительно не готовы заявляться ради просто участия, получать по 40, там, голов в свои ворота. Ну, не было смысла. Поэтому мы просто готовили их, да, неопределенно к области. То есть, мы просто так сложились обстоятельства, да, мы за последний год часто начали... Первый год у нас был, то есть, адаптационный, мы привыкали к детям, мы нарабатывали с ними какую-то школу. Второй год мы уже начинаем, начинали потихонечку выезжать на турниры сейчас, да, и вот сейчас там третий, да, у нас год пошел. Мы уже начинаем заявляться в областные соревнования, все это должно быть поэтапно. Поэтому они к этому шли, и они к этому готовы, да, уже готовы конкурировать с лучшими командами области, я так могу сказать. Я всегда и своим мальчишкам говорю, и сам так думаю, что есть два результата. Первый результат – это тот, который на табло, а второй результат – это та философия, от которой мы отталкиваемся, ту игру, которую мы хотим видеть. И если мы можем проиграть в первом варианте, да, то есть на результате на табло, то во втором мы не имеем права отступать от своей игры, от своей философии. И в принципе мальчишки это доказали, что младшие, что средние, что старшие возраста в большинстве своем владели мячом, играли в комбинационный футбол, да. Где-то футбол бывает несправедлив, где-то нам бывало не повезло, где-то мы проиграли с крупным счетом, но не по игре, я так могу сказать, да, то есть не заслужили мы такого поражения. Но порадовало то, что они играли в футбол, самое главное, что они не били вперед, не бросали мяч под крышу спорткомплекса, а раскатывали, играли в футбол, на который приятно смотреть. Да, были ошибки, и мы не первый раз уже наступаем на одни и те же грабли, что при розыгрыше от своих ворот мы привозим себе голы. Но по-другому они не научатся играть в футбол, мы считаем, что это футбол правильный, мы на правильном пути и будем дальше. Просто эти ошибки будут каждый раз со временем все реже и реже появляться, потом это все будет подкрепляться хорошей игрой и будет нормальный результат. А какую главную задачу ты ставишь перед ребятами на трюсер? Не поверишь, но задачи нет. Вот их ребята приезжают играть в футбол. Для них футбол это как экзамен, да, то есть, ну, небольшой. Мы их даже перед игрой, я пытаюсь каждый раз расслабить, ребят, это обычный футбол. Это просто вот, ну, как контрольная работа. Вот мы тренировались, какой-то недельный, недельный цикл у нас был, там, двухнедельный. Вот ваши игры, пожалуйста, играйте в футбол, получайте удовольствие от футбола. Нет удовольствия, когда ребенок бегает и мяч видит только вверху. Вот, пожалуйста, вот вам мяч внизу, мы играем в футбол, вот вам противник. Давайте померимся, кто сильнее в футболе, там, в голах. То есть, тут нет такого, у нас нет какой-то задачи доказать родителям, что вот смотрите, какие мы результаты доказываем. У нас все родители понимающие, мы с ними ведем беседы, и они знают, что если мы проигрываем, то ничего тут страшного такого нет. То есть, мы через эти результаты идем к своей цели, к красивому комбинационному футболу. Тут задачи такие. И главное, чтобы дети привыкли к формату, к турниру, да, то есть, чтобы для них турнир это не был, был не стресс, а они чувствовали себя в своей комфортной среде. Поэтому пусть они играют, пусть они занимаются, мы в турнировую таблицу даже не смотрим. В турнировую таблицу будем в конце смотреть просто как итог. Ну, заняли такое место и заняли, ничего страшного нет. Хорошо, ты сказал про стресс, про волнение. Не секрет, что ребята испытывают предстартовое волнение, да, потому что они все-таки маленькие, молодые, юные. Вот, скажи, помог ли опыт выступления в коммерческих турнирах, да, потому что я, например, следил за ребятами, которые я уже видел, самые старшие, да, они уже выходят на площадку, уже что-то обсуждают футбольное, стоят на балкончике, вот, остальные наверняка в силу юности своей этого не делают. И вот, помогают ли такие турниры? Мы через эти турниры и пришли к области, да, то есть, я бы не сказал, что мы к ней целенаправленно готовились просто, но мы понимали, что детям уже нужны хорошие спарринги, и поэтому мы частенько уже начали выезжать на турниры. Правильно ты сказал, что у нас седьмой-восьмой год, они в большинстве своем выезжали на турниры, ну, не в большинстве, то есть, плюс-минус у нас все поровну, то есть, у них возраст сейчас такой уже осознанный, поэтому они более целостно, так сказать, смотрятся на футбольном поле. Плюс ребята вместе занимаются раз в неделю хотя бы, то есть, да, но у них там есть какие-то четверки свои наигранные, поэтому всегда от них прошу, чтобы они разговаривали между собой, подсказывали друг другу на футбольном поле, и как бы, ну, даже те, вот, если мы берем седьмой-восьмой год, да, мы выиграли у Спартака, там 7-1 проиграли Александрову, 2-6, не считаю, что также 2-6 Александрову мы, еще раз пересмотрев записи, не считаю, что мы проиграли по делу, и с таким крупным счетом игра-то, на самом деле, там в один максимум мяч должна была закончиться в ту или иную полюс, просто мы свои моменты не забили и получили необязательные голы, опять же, с тех же розыгрышей, но, опять же, мы этот матч обязательно, два даже матча эти разберем с мальчишками, я думаю, они сделают правильные выводы, как бы, теоретическая часть тоже должна быть, они должны посмотреть себя со стороны, как они выглядят, то есть, и все коррективы внесем, поэтому, я больше скажу, они когда выходят, я их всегда перед турниром спрашиваю, вы волнуетесь, они такие, нет, мы, как тренера, волнуемся за них больше, я не знаю, может, менталитет у них такой или еще что-то, то есть, но у них есть какой-то легкий мандраж, но так, чтобы вот до колатуна, как у меня раньше так было, такого нет у них, они как-то более адаптированы к этому всему, может, привыкли уже действительно через турниры. Не секрет, что Добейни – это команда, которая состоит из разных филиалов, да, это отличает нас от областных команд, которые тренируются все вместе, скажи, как решаете проблему тренировок, вот именно ребят, которые сборники, вы как-то собираете вместе? Я вот каждый раз говорю, что дайте мне эту команду сборной там на 4 тренировки в неделю, они будут играть как минимум в 2 раза лучше, но это наше реалии, да, и мы сейчас от этого не уйдем и, возможно, не уйдем никогда, если пока только там у нас инфраструктура какой-то, да, не будет своей. Как сказать, они собираются у нас по субботам, сборная, каждая у них тренировка общая, то есть лучшие из своих филиалов собираются и наигрываются, то есть так до этого 2 или 3 раза в неделю они занимаются в своих филиалах, в энергетике, в Боголюбово, в Суздале, в Добром, в Артхоле, то есть отдельно, то есть, но опять же, там тренировочный микроцикл плюс-минус у всех мальчишек одинаковый, немножко он отличается в Добром и в энергетике, у нас там у младших и у средних. Вся старшая группа по одной программе занимается, поэтому тренировки те же, единственное, что в сборной они дополнительно собираются, там чуть-чуть, ребят, спарринг уже посерьезнее, поэтому мы решили эту проблему хотя бы одним тренировочным днем в сборных, раньше у нас этого не было, сейчас мы поговорили с родителями, то есть мальчишкам в любом случае выезжать на турнир, они должны хоть как-то сыгрываться, что-то наигрывать, сыгрываться, поэтому мы этот вопрос на данный момент сейчас вот у нас вот так, мы это хотя бы решили, хотя бы один раз в неделю не собираются, поэтому это в принципе уже дает свои плоды. Не знаю, пересмотрел ли ты все записи всех матчей, но мне еще прямо после игры хотелось спросить, если ты помнишь игра Добрыня-Спартак-Старши, мы побежали 7-1 и такой эпизод, мы ведем по-моему 3-1, это 3-0 вернее, и гол забивает тенис и втягнет, по-моему. Да, он забил гол и побежал на замену, как мне показалось, побежал, ты ему что-то сказал, он развернулся, побежал, они развернулся, сразу перехватили, забили еще, а потом он еще забил, 3 гола, что ты ему сказал. Ну, я могу это секрет, это не секрет на самом деле, во-первых, когда он открывался, он правильно открылся, он увел защитника себе во фланг и потом нырнул под него, ему за спину и Андрей Коженов очень хороший пас в разрез сделал. Денис бежал не на замену, я его подозвал, говорит, Денис, правильно, мне очень было приятно, что до него дошло это само, да, мы им говорили об этом, но вот именно в игре он сам это все провернул, правильно открылся, я ему лишний раз еще раз подсказал, объяснил, возможно, он в игре и не понял, как это получилось, он просто побежал на мяч или еще что-то, но я ему еще раз сказал, что ты молодец, давай попробуй еще раз так стяни подальше и опять ныряй за спину защитнику в разрез. И буквально через 7 секунд я был в восторге вот именно от этого, что я ему подсказал, и он сразу это исполнил, и сразу это опять принесло плоды свои, ну, это на самом деле для тренера очень приятно, когда там что-то наигранное приходит, ты помнишь, что первый гол Спартаку мы тоже с розыгрыша забили, то есть через пропуск, да, первый он просто был, а второй это было, первый это было наигранное, второй там Серега Прост, ну, тоже, грубо говоря, наигранное просто. Там защитник. Вот, поэтому, ну, приятно, приятно, что эти труды просто так не проходят, и они помогают мальчишкам забивать голы, красиво играть, поэтому, ну, приятно. Денис молодец в этом матче, ну, и, в принципе, и даже с Александром тоже. Хорошо, то есть это была сфера мотивации, я так понял, больше, да? Ну, плюс-минус, да. Хорошо, расскажи, рассматриваете ли вы возможность каких-то активностей летних для ребят, потому что они у нас, по сути, только зимой активничают, играют в турнирах, вот, если какие-то мысли на лето, участие, например, в летнем чемпионате области, да, там, или что-то такое. Тем летом, тем летом мы тоже что-то планировали, да, но всем известно, коронавирус там сбил все планы, да, то есть у нас на лето, опять же, если в мини-футболе мы сейчас можем три возраста заявить, я просто, там, мы со Стасом рассматриваем, там, к примеру, седьмой-восьмой год возможность заявить на летнее первенство области, потому что у нас их большинство сейчас мальчишек, то есть мы можем набрать команду из примерно там 17-18 человек, то есть и можем ей, с ней играть. Летом мы еще планируем тренировочные сборы для, там, двух групп сделать, посмотреть, как это все будет выглядеть, хочется с мальчишками побольше поработать, именно, там, двухнедельные какие-то сборы по две тренировки в день, то есть побольше с ними, там, пожить даже бок о бок, да, посмотреть, какие мальчишки, потому что мы их видим только на тренировках, там, в три или четыре раза в неделю, да, но все равно информации мало, очень хочется с ними поработать, и на летнее, да, мы рассматриваем, опять же, мы будем еще малышей наших также отправлять летом на турниры, все то же самое, только будет искусственное поле, площадки различные, то есть и все, то есть также мы планируем эту деятельность не прекращать, это не значит, что у нас летний период, основная команда и все, мы также будем, будем стараться все это воедино уместить, как-то успевать, дети не должны страдать из-за того, что там играет основная команда, то есть они также будут тренироваться, играть на турнирах, возможно, если все хорошо срастется, мы будем и сборы им устроить. Планируем, опять же, очень хочется седьмой-восьмой год заявить на большой футбол, потому что у нас на большой футбол ориентир, мини-футбол мы играем только из-за того, что у нас нет ни манежей в Владимире, ничего, кроме залов, поэтому мы тренируемся в залах, мы наигрываем мини-футбол, все. Как только будет нормальные погодные условия, мы выходим на футбольное поле, тренируемся только на большой футбол, вот и все. Отлично, впереди еще пять туров, если я правильно посмотрел. Твои напутствия, пацаны. Мальчишкам? Да. Мое напутствие одно, играйте в футбол и получайте от него удовольствие. Радуйте нас своей игрой, допускайте ошибки, не бойтесь их допустить, не тряситесь над каждым своим действием, то есть думайте, взвешивайте, принимайте решение. Пусть это будет ошибка, но она будет осознанной, я это пойму. Я не тот тренер, который сейчас в детском возрасте зацикливается на результате. Результат не важен, важно становление ребенка, его развитие. Как же я вначале сказал, в 17 лет, в 18 мы посмотрим, кто допустил ошибки в подготовке детей, кто пожинает плоды, у кого дети играют в футбол, и они там довольно счастливо играют в красивый футбол. Спасибо. Да, нет, что-то. Спасибо.